Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет технический выпуск. Данный выпуск, на мой взгляд, является одним из важных, потому что многие люди, которые ходят на лодках, они не знают, как правильно настраивать риги. И сейчас будет небольшая ремарка. Как вы знаете, очень часто в комментариях пишут по поводу «Этот термин такой, этот термин не такой». Значит, с этого момента мы перестанем подливать масло в огонь. На мой взгляд, терминология в яхтинге бывает только англоязычная. Остальные термины, которые используют у нас ортодоксальные яхтсмены, то есть правоверные, мы больше использовать не будем. То есть по-русски у меня будет абсолютно вольная интерпретация всего, чего угодно. Если мы будем говорить о терминологии, мы будем говорить только об англоязычной терминологии, на которой я говорю. Ну и, естественно, все термины, которые я буду применять, я буду показывать, что это, и рассказывать, почему это. И рано или поздно мы с вами будем разговаривать абсолютно на одном языке. И вы будете прекрасно понимать, что я имею в виду. Переход может быть немного болезненный, но, тем не менее, я считаю, что он должен рано или поздно наступить. И так, как я уже говорил в начале видео, мы с вами будем настраивать риги. А теперь я беру карандашик, импровизированный в виде Adobe Illustrator, и рассказываю, как работает ригинг на современных яхтах. Я не могу охватить полностью все конструкции яхт. Я буду говорить только о тех модификациях, которые применяются в ригинге сейчас, в современном мейнстриме. Если лодка постарше, вероятно, там применяются другие принципы, но я их, к сожалению, не знаю. Но есть какой-то общий принцип, общее понимание, и вы сможете туда дальше копать и смотреть уже под свою непосредственно лодку. А про тот ригинг, который используется у нас... Так, вот вы видите на картинке. У нас идет Force State, это часть, на которой у нас закручивается парус, Shrouds, Verticals, Диагональ. То есть вертикальные, это те, которые идут от самой лодки до самого топа мачты, и диагонали, которые идут под спредеры. Ну и, собственно, Backstay, это то, что задает геометрию. Далее. У нас тоже только на картинке, чтобы было более понятно. Здесь V1, V2, D1, D2. Они выглядят как одно, но это на самом деле V это вертикали, а D это диагонали. Так, идем дальше. В современных лодках треугольник, который держит мачту, он состоит из Force State и Shrouds. То есть Backstay в геометрии лодки не участвует. Единственное, то, на что он влияет, это просто на форму мачты и на натяжку переднего паруса. Вот вы видите, если у нас Force State провисает, то есть у него недостаточно нагрузки, мы просто набиваем Backstay, и у нас Force State натягивается. Вот так, собственно, работает это на лодке. Ну и вот сейчас вы видите здесь видео, на котором оно более-менее понятно вживую. То есть Force State, Verticals и Diagonal. Итак, Force State это то, что у нас фурлинг паруса, то есть парус закручен. И у нас есть вертикали, это те, которые вот идут на самый верх, и есть диагонали, это те, которые идут от первого спредера, вот они идут, вот-вот-вот, это диагонали, и они идут вот под спредер, там где радар, ниже. Ну что, с теорией более-менее разобрались, а теперь жесткая практика. Мы едем рвать ессентуки. Вот у нас идет настройка Backstay. Вот вы видите, она вот так вот крутится. Значит, самая основная задача сейчас это полностью распустить то, что можно распускать. Поэтому эту часть мы начинаем выкручивать. Ну и естественно, чтобы не заниматься очень долго тем, что мы будем его ломать, откручивать, там пытаться настроить, нужно сделать следующее. Все turnbuckles раскрутить, набить смазкой и закрутить. Это нужно для того, чтобы мы занимались непосредственно настройкой, а не занимались тем, что мы будем бороться с металлическими тросами. Поэтому сейчас задача следующая. Раскрутить все turnbuckles и хорошенечко-хорошенечко их смазать. Для того, чтобы у нас была свободная возможность заниматься настройкой. Для того, чтобы раскрутить shrouds, нам нужно использовать разводной ключ. Ну что ж, вперед. Здесь есть место под разводной ключ. Вот мы его сюда фиксируем. И начинаем крутить. Так, вот вы видите, этот крутится хорошо. Теперь нам нужно будет взять, развести сильнее и покрутить. То есть этот крутится хорошо. Вот так нужно будет сейчас сделать с каждым turnbuckles. Для того, чтобы наши shrouds были абсолютно не нагружены. Точно такую же процедуру мы будем делать с verticals. То есть это те, которые собственно держат мачту и делают геометрию. То есть здесь также мы одеваем, крутим и собственно крутим это. То есть мы сейчас просто снимаем нагрузку, но главное не перекрутить. Потому что нужно понимать, мачта будет болтаться. Итак, все удачно получилось у нас касательно диагоналей нижних. А вот с вертикальными у нас проблема. Потому что вертикальный shrouds на starboard у нас нормальный. А на port side он закис. И никак не получается его откручивать. Рвать его, так как мы его рвали столиком еще в Италии, мне не очень хочется. Но мы сможем сделать следующим образом. То есть я уточнил, как это делается правильно. Берем болгарку и режем его нафиг. Для того, чтобы не испортить наш тик, нам нужно будет застелить палубу всяческими картонками. Я думаю, что вот так вот достаточно. Вот, все. И резать мы будем наружный turnbuckle. Естественно, когда мы будем срезать turnbuckle, мы можем потерять мачту. Потому что, несмотря на то, что диагонали ее удерживают, но, тем не менее, мачта все равно достаточно большая. Если проедет какая-то лодка и будет волна, чтобы не потерять мачту, мы ее сейчас закрепим надежно и крепко. Так, для этого мы берем спиннакер Halyard. Вот он у нас находится здесь. И привязываем его к утке сбоку. Так, теперь идем в кокпит и набиваем. Набиваем сильно. Вот он у нас набит до самого верха. Сейчас может быть еще одним, а может быть и нет. Но посмотрим. Это все не настолько важно. Главное, чтобы просто мачта держалась. А теперь болгарку в руки и пилить. Субтитры сделал DimaTorzok Ненавижу такой heavy instruments, если мы его используем на лодке. Но ничего страшного. То есть, эту штуку мы срезали. Теперь берем ключ и начинаем это все откручивать. Так, друзья мои, вот что у нас получилось. Смотрите, вот так вот разрезается turnbuckle. Ну, разрезается он не до конца. То есть, вот видно, просто когда он надрезан вот так вот с двух сторон, у нас есть возможность его открутить. Просто взять и открутить те места, которые залипли, потому что уже нету такой прочности материала. Он уже гуляет. И есть возможность его полноценно открутить. Но стоимость такого нового на Martinique 150 евро, которые мы купили. И, ну, такие уже детали, как его прикрутить обратно, я вам, конечно же, показывать не буду. Но выглядит это все уже по факту следующим образом. Вот он, новенький, красивенький, как выглядит. Просто прямо с завода. Теперь можно отпускать спинокер холят. Берем и делаем следующую процедуру. Снимаем его с лебедки. Все. Это есть. Это есть. Теперь снимаю его с утки. Ставлю в исходное положение. Если с вертикалями и с диагоналями уже становится все понятно, то диагональ, которая верхняя, с ней ничего не понятно. Потому что нам нужно ее будет сейчас так же раскручивать. Для этого мы лезем на мачту. И настраивать ее будем точно так же, но уже немножечко попозже. Ну что, пришло время лезть на мачту и проверять turnbuckles на спредерах. Vamos, vamos. Спредерс проверям. А не знаешь, как это одевать? Понятия не имею. Нашел у кого спросить. Ты что? Я пошутил. Я тоже. Нет времени объяснять. Поднимай наверх. Красоты. Опс. Мартиники ждут. Смотри, не потеряй ничего. Сережа, на мачте по вашей ручкой. Нет времени объяснять. Вот страшная задача. Тебе больше отпустить чуть-чуть? Не, не надо. Так, этот крутится нормально. Поехал на другую сторону. Работает. Скидывай меня. Ты их оставил в правильном положении? Я их пока просто открутил. Я их сейчас просто открутил, а потом буду уже регулировать далее, когда уже все будет в порядке. Все, скидывай, потому что мне здесь страшно. Даже не знаю. Ужас, ужас творит. Что мне за это будет? Страшно, страшно. Сейчас поговорим. Как тебе там? Убью. Давай, снимай меня уже отсюда. Убью. Сейчас тучи вон идут как раз. Может, тебя дождичком еще? Помогите, люди, но я не снимаю. Так, несмотря на то, что Дина не хотела меня снимать с мачты, убью. Сторговались. Сторговались, да. Короче, все там нормально раскручивается. И теперь можем спокойно заниматься регулировками. Друзья, мы уже с вами разобрались, как сделать так, чтобы все наши троса были не натянуты. То есть, шраудс провисали и турбаклс были в хорошем смазанном состоянии. То есть, далее мы переходим к следующему пункту, а, собственно, к непосредственно настройке. Ну что, а теперь давайте мерить преднатяжение. Делается это с помощью обычной линейки. Итак, мы берем линейку, ставим. И нам нужно сейчас выставить, например, какую-то... Ну вот, мы берем. Вот у нас есть одна линия. Так, у нас получается 29... Здесь вот видно, наверное? 29 сантиметров. Сейчас. Ну, там, условно говоря, чуть меньше. Вот, видите? По верхней... Вот. Получка идет, ну, чуть меньше, там 287, наверное. Это по... Вот вы видите, по вот эту вот часть. Нам главное выставить сейчас одинаково с двух сторон. Теперь идем на старборд. Так, есть. 285. Теперь... А теперь эту же процедуру делаем с вертикалс. То есть, вот здесь вот. Ставим. И замеряем. Ну, я здесь сам посмотрю. То есть, чтобы вам просто объяснить принцип. И теперь это же сравниваем с порт-сай. Так. Между прочим, 287. И на порт, и на старборд. То есть, преднастройка, то есть, грубо говоря, у нас одинаково. Теперь... Так, мы выставили одинаковую геометрию. То есть, грубо говоря, мачта у нас не завалена ни влево, ни вправо. А далее приходит время прибору. И я настраиваю, настаиваю на том, что без прибора настроить риггинг невозможно. То есть, чтобы мне не рассказывали люди, которые это делают на глазок. Есть специалисты, которые это делают на глазок. Но я все равно проверяю все прибором. Потому что очень много раз, когда я настраивал на глазок, в результате была какая-то полная лажа. И все рассказывали, что они классные специалисты. Есть прибор. По прибору проверяем. Нет прибора. До свидания. Есть у нас вот такой прибор. Вот фирма, которая называется Шурчек. Это, по-моему, шведы. Но какая разница. То есть, прибор абсолютно отстойный. То есть, я думал, что он нормальный. Но, к сожалению, он абсолютно отстойный. То есть, но им проверить мы можем. То есть, берем мануал. И смотрим, что нам мануал говорит. Так, ну тут нарисовано, как вставить. Потом здесь идут разрывные нагрузки в килограммах и фунтах. То есть, вот мы смотрим. 10 миллиметров разрывная нагрузка 7 тонн 100. Нам нужно с 7 тонн 100 сделать от 15 до 20 процентов разрывной нагрузки. Итак, здесь у нас нарисована инструкция, как это мерить. Короче, все, что здесь сказано. Следующее. Одевается вот этот вот уникальный прибор стоимостью в 70 евро плюс доставка на Shrouds. Сейчас я покажу, как это делается. И далее здесь есть точечки. Ну, покажу потом тоже. И процент от разрывной нагрузки. Ну и здесь вот колесико. Вот это вот колесико вот так вот крутится. И с этой стороны, вот видно, 9 миллиметров, 8 миллиметров, ну и, соответственно, десяточка. Мы выставляем в положение 10 и одеваем вот этот вот тенсиометр на Shrouds. Одевается он очень просто. Вот так вот. Вот эту вот часть одеваем сюда. А потом берем за колечко и натягиваем его вот сюда. Итак, смотрим, что он нам пишет. Ну вот вы видите, здесь нагрузка. Вот те, которые точечки видны, то есть меньше 10, то есть, грубо говоря, у нас сейчас совершенно расслабленные Shrouds. Теперь мы берем разводной ключ, начинаем крутить turnbuckles для того, чтобы сделать нагрузку 15%. Так как у нас все крутится достаточно легко, крутить мы это можем чем угодно. Такс. Есть. Проверяем. 10%. Теперь мы идем на старборд и делаем то же самое. Так, одеваемся. Так, одели. Вот здесь видно, что около 10%. Теперь мы просто здесь накручиваем. Так, накрутили. Вот уже видно практически 15%. Теперь идем на порт сайт и далее проверяем. Короче, вот таким вот способом мы натянули вертикалс до состояния 15% от разрывной нагрузки. Далее, когда мы это все настроим, я не очень доверяю этому прибору, я подъеду тут к друзьям и попрошу их прибор для того, чтобы уже до конца все проверить. Но не хочу это делать долго, чтобы мы могли, ну просто быстро приехал, проверил, подкрутил, уехал, отдал. Потому что там у них прибор очень дорогой, стоит почти 10 тысяч долларов, ну евро здесь, мартинник. Поэтому отдолжу его ненадолго. Теперь пришло время диагоналей. Для диагоналей мы будем настраивать не прибором, потому что диагонали настраиваются по-другому. Мы сейчас подходим к мачте и проверяем ее геометрию. Так, я не знаю, что видно, наверное, ничего не будет видно. Ну короче, мачта должна быть с двух сторон абсолютно ровная и не иметь никаких волн. То есть сейчас она абсолютно ровная, потому что у нас вертикали не дотянуты и диагонали тоже не дотянуты. Короче, продолжаем далее крутить. Крутим диагонали и делаем так, чтобы у нас мачта просто пока имела правильную геометрию. Ну и соответственно, как вы помните, мы линейкой замерили, то есть они у нас имеют правильное преднатяжение. Вперед. Лучше всего, если немножечко подняться наверх, на ступеньки. И отсюда замерять мачту. Именно вот с этой стороны отсюда и отсюда. Так ее лучше видно и ничто не искажает. Так, ну мачта имеет правильную геометрию. Давайте проверим прибором натяжение диагоналей. Так, у нас диагонали тоже десяточка. Поэтому ставим ее вот сюда и одеваем петельку. Так, вот сейчас у нас геометрия правильная. Нам прибор говорит о том, что у нас нагрузка, вот видно там, десятипроцентную. Но диагонали, они не настолько сильно нагружены, как вертикали. Поэтому я думаю, что данное значение у нас будет идеально. То есть такое же значение я выставил и на старборд, и на порт. И у нас получается 15% от разрывной нагрузки выставлено на вертикалях. И 10% разрывной нагрузки на диагоналях, потому что они менее нагружены. Если выставить 15, то мачта пойдет вот так вот. А далее, если у нас настроен треугольник Forstay и Shrouds, то пришло время переходить к Backstay. Время пришло идти к Backstay. Вот он у нас здесь. Backstay у нас это восьмерка, поэтому мы выставляем вот этот вот ролик на восьмерку. Так, девяточка. Восьмерка. И эту восьмерку одеваем на Backstay. Напоминаю, что Backstay у нас отвечает только за изгиб верхней части мачты. То есть не за угол мачты. За угол мачты у нас отвечают диагонали и вертикали. А Backstay у нас отвечает только за внешнюю, за верхнюю часть. То, как я вам показывал на картинке изначально. Давайте посмотрим, какая у нас нагрузка от разрывной на Backstay. Но должно быть ее на самом деле мало, потому что он просто задает геометрию. Так, что у нас здесь показано? Ну вот, 10%, даже чуть-чуть меньше от разрывной нагрузки. Это то, что у нас показывает энсиометр на Backstay. На самом деле я считаю, что вот этот вот тенсиометр это плохая штука. Потому что если вы посмотрите сверху вниз на него, вот видно вот этот вот пин, который он уже немножко потерял форму. То есть его чуть-чуть выгнуло из металлической пластины. То есть эта металлическая пластина должна была быть крепче. То есть мы не можем пользоваться этим тенсиометром для получения абсолютных величин. Мы можем пользоваться им только для получения относительных. Поэтому я выставлю все то, как я считаю нужным по прибору и по своим ощущениям. А потом мы получим еще один прибор, которым я все измерю. Теперь мы будем заниматься измерением настоящим прибором. Так этот прибор выглядит. А теперь давайте я вам покажу разрывные нагрузки в килограммах, которые, собственно, этот прибор показал. И что я тюнил, собственно, уже основываясь на знаниях, которые мне дали ребята из риггинг-мастерской. Ну вот, друзья, мы закончили настройку риггинга на нашей лодке. То есть по такому же принципу происходит весь риггинг, который присутствует на современной лодке. Вот с такой вот компоновкой Shrouds, Backstay, Forstay, как на нашей лодке. Ничего сложного. Конечно, ничего сложного. Но на самом деле это офигенно сложно, потому что за это берут большие деньги. Это якобы сакральное знание, которое присуще только риггерам или только тем, которые специально все знают. Но на самом деле, когда вам будут делать риггинг, вы должны просто понимать, что вам делают люди, не вешали лапшу на уши. То есть то, что я вам рассказал, это для общей информации, чтобы вы понимали, как это в принципе работает. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментики. И до встречи уже в следующем выпуске. Я надеюсь, что этот выпуск был для вас интересен. Пока!